Привет, меня зовут Мэри Лито, я специалист по перманентного макияжа в Канаде и тренер Международной Академии Эс. В этом видео мы будем учить английский для специалистов перманентного макияжа по теме стрелки. Хотите говорить о перманентном макияже на английском языке, понимать своих коллег и понимать, что они пишут в инстаграме и фейсбук, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие видео. Поехали! Айс – глаза, айлайнер – стрелки. Теперь поговорим о техниках. Лаш инхэнсмент – это усиление ресничного ряда или лаш лайнер. По-нашему это будет просто межресничка. Классик айлайнер – классическая стрелочка. Софт айлайнер – стрелочка с растушевкой, но если дословно перевести, будет мягкая стрелочка. Рисуйте эскиз, когда модель сидит напротив вас. Оттекорнер о де айс – это внешний уголок глаза. Поставьте точку. Нарисуйте точечку во внешнем уголке глаза. Нарисуйте точечки на веке. Перейдите к следующему глазу и нарисуйте те же самые точки. Соедините точки. Прямая линия. Соедините точки прямыми линиями на обоих глазах. Рисовать. Нарисуйте дополнительные точечки на веке. Затушуйте дизайн софт айлайнера мягкой стрелочки. Палочки. Затемните ваш дизайн палочкой. Прозрачный. Кончик софт айлайнера должен быть прозрачным. Лашлайн. Линия межеснички. Темный. Более темно. Лашлайн. Линия межеснички и внешний уголок глазика должны быть темными. Перейдите к следующему глазику и нарисуйте такие же прямые линии. Проверьте симметрию на обоих глазах. Выверните века. Звучит страшно. Наносить. Это первичная анестезия. Использовать. Зубная палочка. Давайте теперь соединим все эти словосочетания в одно предложение. Выверните века, чтобы нанести первичную анестезию, используя зубную палочку. Нанесите первичную анестезию на века, используя ватную палочку. Сделайте ту же самую процедуру на другом глазике. Подождите 20 минут, чтобы анестетик сработал. Промокните салфеткой анестетик с левого глазика. Используйте иглу-единичку-тридцатку. Машинка должна держаться под углом 90 градусов. Начните затушевывание. Сделайте контурную линию. Начните затушевывание от контурной линии. Короткие движения. Начните затушевывание от контурной линии короткими движениями. Вытрите пигмент палочкой. Проверьте удержание пигмента. Повторите контурную линию. Хвостик. Начните шотирование от хвостика дизайна. Влажный ватный диск. Вытрите пигмент влажным ватным диском. Кожа. Натяните кожу, насколько вы можете. Конечно, не сильно растягивайте. Натягивайте глаз все-таки. Повторите шотирование еще раз. Проход. Проход. Длинные и короткие движения. Пройдите несколько проходов с короткими и длинными движениями. Продолжайте шотирование. Продолжайте шотирование. Продолжайте шотирование короткими движениями возле контура. Измените направление. Помните об изменении направления движения после каждого прохода. Фильм. Это превращает уровень и… ENDS of the tail of soft eyeliner. Отрисуйте кончик хвостика вашего soft eyeliner. Конец хвостика должен быть прозрачным. Поп german сверх. Приложайте длинные движения. Repeat the path once again. Повторите проход еще один раз. Add some pixels. Добавьте немножко пикселей. Add some pixels to the end of the tail to create the effect of transparency. Добавьте немножко пикселей в конце хвостика, чтобы создать эффект прозрачности. Keep on shedding. Продолжайте шотирование. Fill in all gaps. Заполняйте пробелы. Fill in all gaps near the contour line. Заполните все пробелы возле линии контура. Proceed with shedding. Продолжайте шотирование. Wipe off the pigment after each pass. Вытирайте пигмент возле каждого прохода. Make few passes again using the same movement. Сделайте несколько проходов снова, используя те же самые движения. Color the lash area. Закрасьте линию ресниц. Continue shading until the lash line area becomes darker. Продолжайте шотирование до тех пор, пока цвет на безресничке станет темнее. Turn out the eyelids and start color the lash line. Выверните века и начните затушевывать линию ресниц. Needle. Игла. The needle works under the angle of 45 degree. Игла должна быть под углом 45 градусов. The skin must be always clean. Кожа должна быть постоянно чистой. Чтобы вы все видели, где еще необходимо добавить. Make few passes again with long and short movement. Сделайте еще несколько проходов с короткими и длинными движениями. The lash line has to be dark and well colored. Линия мереснички должна быть темная и хорошо прокрашенная. Color? Colorless. Along the eyelid. Вдоль века. Continue shading along the eyelid. Продолжайте. Шотирование вдоль века. Color changes gradually. Изменение цвета постепенное. From dark to light. От темного к светлому. Make sure the color changes gradually from dark to light. Убедитесь, что цвет изменяется постепенно от темной зоны к светлой. Perfect color gradient. Отличный градиент. Finishing the procedure by creating perfect color gradient. Заканчиваем процедуру, создавая отличный градиент. Wow, that color is beautiful. Second renomen. Вторичная анестезия. Apply the secondary renomen. Нанесите вторичную анестезию. Make the same procedure on another eyes. Сделайте ту же самую процедуру на другом глазу. The work is finished. Check yourself. Ваша работа закончена. Проверьте себя. Совет по изучению английского языка. Записывайте новые слова и предложения себе в тетрадь. Также перечитывайте, пересматривайте мои видео и повторяйте слова. Также смотрите мои другие видео о темах перманетного макияжа, брови и губы. Кроме этого, у меня есть канал на английском языке. Подписывайтесь на него и смотрите видео на английском языке. Вы будете слышать слова, которые мы с вами только что выучили. Также буду рада видеть вас на моих онлайн консультациях и уроках по английскому языку. Если вы работающий мастер и хотите подтянуть свой английский по теме перманетного макияжа, а заодно и улучшить свои знания по перманетному макияжу, и еще бонус вступить в нашу Академию S, пожалуйста, записывайтесь на мои онлайн курсы. Буду рада всех видеть. Ссылки внизу. Инстаграм, фейсбук. Пишите мне. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Пишите, пожалуйста, в комментариях, какие еще слова вы бы хотели рассмотреть и услышать, как они применяются в предложениях. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Это один шаг к изучению английского языка по нашей профессии. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, ставьте также колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео и пересылайте это видео тем, кому будет интересна эта тема. И заходите на мой инстаграм, подписывайтесь. See you soon! Bye-bye!